26 февраля в КФУ защитил свою диссертацию самый молодой кандидат наук в Российской Федерации Михаил Игофаров. Ученую степень присудили по единогласному решению диссертационного совета Института органической и физической химии имени Александра Арбузова. На момент ее присуждения ученому было всего 22 года. Научным руководителем стал заведующий кафедрой химического института имени Бутлерова КФУ Борис Соломонов. Я буду продолжать делать то, что делал в рамках своей кандидатской, исследования фундаментального характера, термодинамика, фазовых переходов. Мне бы очень хотелось расширить то, что было сделано вместе с теми, с кем я сейчас работаю. Вместе с Дмитрием Балматенковым, вместе с Тимуром Валяхметовым, вместе с Андреем Соколовым, ну и, конечно, вместе с Борисом Николаевичем. В то же время Дмитрий Емельянов, также будучи аспирантом КФУ, уже имеет разработки, внедренные в практику нефтяных компаний. Основная направленность нашей работы, она связана с добычей трудноизвыкаемых запасов углеводородов. Ну, соответственно, у нас в настоящий момент легкая нефть очень быстро иссякает. Остается тяжелая, битвенная, которую традиционными методами добыть теоретически трудно и практически невозможно. Мы занимаемся исследованием интернативной технологии, которая позволяет увеличить нефтеотдачу трудноизвыкаемых запасов и, допустим, нефти, которую невозможно традиционным путем добыть. Тема диссертационной работы Дмитрия связана с исследованием и оптимизацией технологии внутрипластового горения за счет уникальных катализаторов, разрабатываемых Казанским университетом. Все это имеет важное практическое значение для нефтяной отрасли Татарстана и России. Диссертация, конкретно которой я занимаюсь, отражаются основные химические характеристики, которые мы наблюдаем при процессах горения, направление реакции и так далее, и так далее. Практическая значимость там очень такая направленная. Мы используем растворы определенных веществ для стабилизации процесса горения, для изменения температурных зон в сторону меньших температур. Там еще, на самом деле, очень множество факторов, но они уже непосредственно связаны с химизмом процесса горения. Оба молодых ученых являются авторами большого количества высокоцитируемых статей в ведущих международных журналах. Во многом это стало возможным благодаря содействию президента Татарстана и различным проектам, грантам и другим формам поддержки для молодых ученых. Камиль Гимаздинов, Универньюз.